Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей и вы на канале Traveling Farm. Сегодня мы охотимся за мебелью, а вернее сказать, мы ищем себе диван. После долгих путешествий хочется просто посидеть дома и посмотреть, как другие путешествуют. Мы в мебельном магазине. Так получилось, но мы вначале попали в отдел, где продают спальни и гарнитур. Булаки тут на любой вкус и цену, конечно. Но койку мы уже приобрели в интернете. Новомодный бокс шпрингбет. И поэтому нас спальный гарнитур как-то не интересовал. Но ради любопытства мы прошлись по этому отделу. По койкам могу только сказать, что они идут стандартные. 140 на 200, 150 на 200 и 180 на 200. Но если, как мы, вы захотите что-то побольше, как 200 на 200, то цена сразу прыгает вверх. Ну, в общем, у нас койка к истории уже закончилась. И слава богу. И мы ищем в этот раз диван. Кауч по-немецки. Зек Мюллер. Магазин, можно сказать, все для дома. Тут можно найти и ковры на любой вкус. И даже персидские, но очень дорого. Конечно же, непрактично. Вон твои диваны. Мы живем в Баварии. И сегодня приехали в мебельный магазин Зек Мюллер. Который недалеко от Мюнхина. Но где же лучше и выгоднее покупать готовую мебель в Германии? Какие магазины у нас поблизости есть? Конечно, это же у всех на слуху Роллер, Поко, Икея, XXL. Ну и всевозможные интернет-магазины. Где можно найти все и по любой цене. Но у нас пояс диван. И пока не посидишь сам и не почувствуешь, так сказать, пятой точкой, сам не поймешь, стоит ли покупать этот диван или нет. Поэтому решили поехать и поискать сами. Тем более, Зек Мюллер в магазинах с хорошей рекомендацией и выбор огромный. На официальной странице Зек Мюллера написано. Мебель для самых высоких требований изготовляется в мастерских Зек Мюллера уже более 90 лет. Традиционное мастерство в сочетании с самыми современными производственными технологиями. Новаторский дизайн и функциональные идеи для жизни. Вот факторы успеха наших продуктов исключительного качества. Великолепное качество немецкого мебельного производства. Познакомьтесь с ассортиментом диванов, кровати и обеденных групп самых разных стилей. От классических моделей до ультра-современных коллекций. Мы как раз и заметили этот стиль. Возможно, в современных городах небольшие квартиры. И поэтому мебель стараются делать компактной и удобной. Но мы бы хотели что-нибудь побольше и покрасивше, и которое вписывалось в наш интерьер. Мария, какой ты хочешь диван выбрать? Ищем себе диван. Мы не можем ничего найти. Все модерны, все узкие, если вот эти вот где сидеть. Красиво выглядят. Красивая модернца выглядят, но они неудобные. Не знаю, чуть ли я вводить, сколько выборов. Вот такой тебе не хочется, Мария, смотри. Диван угловой, большой. На вид не очень. Ловить не очень. Вот такой. Сядь и будь тебе. Это пуфик. Это элемент. Да. Да. А вот такой. Не хочешь? Простенький. Вот такой еще пойдет. Да-да-да, вот так только лежа. А сидеть ты не сможешь. Вот именно. Хороший. 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 Тоже хороший, но нехороший. Вот диван. Неплохой. Может спинку туда-сюда откладывать. Модерн. Современный. Вот такие я бы не хотел с таким штучками. Мебели здесь очень много. Но наш глаз пока ни на какую не лег. Красивый. Кожаный диван мы отвергли сразу. Хотя он и удобный по обслуживанию. Но ощущение тепла от такой мебели мы не испытали. И поэтому решили искать другой материал, удобный и уютный. Кстати, напишите в комментариях, а какой у вас диван? Из какого материала он сделан? И вообще нравится ли вам ваш диван? Нам сегодня не повезло. И мы ничего не подыскали для себя. Впечатление от магазина Зек Мюллер так себе. Вроде бы много мебели, но нам она не понравилась. Побродив по магазину, мы пошли на выход. До новых встреч на просторах Ютуба. Мы будем продолжать наш поиск нашего идеального дивана. Ведь согласитесь, диван для дома – это и уютные посиделки. Или просто полежать и посмотреть телевизор. Да это в конце концов центр всего происходящего в семье. Удачи вам всем и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!